Ну, теперь опять, предполагаю, очень сильный должен быть специалист, потому что это просто-напросто Япония. Томомаса насекал. Ай, уже ошибка и остановка. Видите, как опасно коснуться жерди. Она останавливает всю динамику. Ну всё, это уже начинается ковыряние. И совсем плохо. Ну что же это за мужчина такой разобрался, развоился совсем. И здесь не вошёл, и вы. Ну всё, не попал, не получилось. И даже слова-то ещё комментирует, вы сами видите, что не получилось. Я не знаю, как ему прикажут делать. То, что такое воспитание спортсмена должно прям как бы обязательным быть. Сейчас по правилам спортсмена от начала до конца должен провести, незирая на его качество исполнения. Вот он продолжит, как обезьянка залез на брусок. Сейчас немножко успокоится, и я думаю, нормально завершит программу. Завалился чуть-чуть, но поправил себя. И соскок. Ну вот всё. Вот эту часть он провёл на среднем уровне. А до этого карто-балет. Ну ты никуда не денешься, столько на пути лошадь. На повторе сейчас ещё раз нам показывают все его беды. Вот на одну жерсть вышла в стойку, а здесь бах, ногой о жерсть. Размахивается, чтобы выйти в стойку. Вот следующее движение, снова плохо у него было. О, видите, опять не удалось. Ну а дальше он уже просто будет как жалобная книга. Снова падаем. Вот и всё. Жалко. Сам виноват. Да, пока у нас лучший результат у китайского спортсмена 15.066. За 15 только он один нам приказал такой пресс. А на втором турок, на третьем японец и четвёртый новозеландец. Этот молодой человек, который сейчас нам демонстрировал своё не мастерство, естественно, будет не только пятна, он будет в конце облиться умножением. Вот видите, как они выделили, вот перекладина вот эта сама амплитуда, размах, движения, улёты, перелёты, в общем, головокружительные программы на этой саде. Ну, что-то недолго. Да, тут в некоторой степени объяснимо, почему долго, потому что слишком много ошибок, и это всё надо высчитать, и потом ещё определить трудность. Напомню, да. 166 – это, конечно, очень жаль, что иногда так получается у хороших мастеров. Вот.